Пассажиры, оформление багажа, прибывшие и отправляющиеся рейсовые автобусы. Привычные будни любого автовокзала, но с одной оговоркой. Бреский распахнул свои двери для путешественников всего два месяца назад. Соответственно, как и любое начатое дело, открытие нового автотранспортного узла потребовало времени и усилий, чтобы наладить как процесс работы сотрудников, так и создание комфортных условий для пассажиров. Мы обживаемся ещё, мы и пассажиры обживаются. Очень тяжело даётся этот нам процесс. Переживают как пассажиры, так и работники автовокзала, водители автобуса. Ну, потихонечку жизнь налаживается, будем так говорить. Закономерный процесс, естественно, непростой, но необходимый. Современное здание мало построить, его ещё нужно и адаптировать к слаженному комплексному функционированию. А сделать это можно только на практическом опыте, который уже помогает правильно координировать работу, определять необходимое развитие сферы обслуживания пассажиров и справляться с возникающими сложностями в работе. За эти два месяца практика показала, что нужен бар, автовокзал, нужны аптеки, как медаптека, так и ветаптека. Аптека нужна, нужны банкоматы для пассажиров. Занимаемся на данный момент, провели 31 числа аукцион, выиграла тендер кафе «Венеция». Сейчас занимаемся установкой банкомата и на будущее планируем, разрабатываем проект именно аптеки, ветеринарная аптека и медицинская аптека. Банкоматы появятся в ближайшие дни, а вот аптечные киоски и бар придётся подождать до сентября. Уже решён злободневный вопрос с выездной торговлей в здании нового автовокзала. В зале ожидания работает павильон, в котором пассажиры могут купить необходимые в дороге товары, а на прилегающей территории можно приобрести мороженое и воду. Важно, что информирование пассажиров стало доступней. Новая информационно-справочная система, электронный табло как в здании, так и на посадочных платформах и автоматический информатор существенно упростили ситуацию. Проще стало и приобрести билеты на необходимый рейс. Дополнительно можно приобрести билеты. У нас здесь касса на техническом университете, там можно приобрести. Можно приобрести билеты через интернет на сайте Тикетбас. Можно приобрести билет в инфокиосках Беларусьбанк. Сегодня из Брестского автовокзала отправляется 400 межрегиональных международных и пригородных рейсовых автобусов. Количество направлений следований регулярно увеличивается, а соответственно растет и нагрузка на кассиров автовокзала. У нас кассиры все приветливые, все очень доброжелательные, все хотят даже сделать и объяснить, и билет продать. Ну вообще пассажирам относятся с уважением. И конечно я тоже хочу, чтобы пассажиры относились с уважением, не обижали, не оскорбляли кассиров. И тоже были снисходительны к тому, что иногда придется постоять в очереди. Мнения о работе сотрудников и о комфорте нового автовокзала у пассажиров разнятся. И это неудивительно. У медали тоже две стороны. Я работаю в городе Бресте и езжу каждый день в Брест. Какие у вас впечатления от нового автовокзала? От нового автовокзала? Автовокзал очень красивый, всем нравится. Обслуживание на автовокзале прекрасное. Диспетчера, вот кассиры всегда приветливые, всегда выдают билеты вежливо. Очень приятно покупать билеты. Мы очень сейчас часто ездим, не знаю, мне все нравится. Мы хотим купить билет и не можем добраться до вокзала. Нам не хватает удобств, чтобы с коляской пройти, туда попасть. Удобно, не поднимаясь по лестнице. Два месяца – это не срок. Автовокзал только начал свою работу. А вот вопрос соединения двух вокзалов переходом находится на рассмотрении.